Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы коснемся творчества выдающегося латышского шахматного композитора Германа Маттисона. За 20 лет творческой деятельности он составил около 60 этюдов. Композиции Маттисона отличаются исключительно интересным содержанием, динамичностью игры и особой легкостью построения. Чрезвычайно высоко творчество Германа Маттисона оценил выдающийся гроссмейстер и шахматный композитор Рихард Рети. Сам Маттисон также был весьма сильным шахматистом-практиком и одержал ряд побед на международных турнирах. Сегодня мы с вами рассмотрим чарующее произведение этого композитора, которое было опубликовано в 1918 году. Перед нами этюд с заданием ничья, то есть белые начинают и делают ничью. Построение достаточно красивое, как будто взятое из реальной партии, но тем не менее решение этого этюда, несмотря на кажущуюся простоту начальной позиции, весьма сложно. Но вы все-таки постарайтесь разобраться в этой композиции и найти красивую идею, которая заложена в этом произведении. Итак, белые начинают и делают ничью. Ставьте видео на паузу и решайте. Ну а теперь, когда у вас уже была возможность поразмыслить над начальной позицией и попытаться разобраться в этом положении, мы с вами разберем авторское решение. Обе ладьи под боем, но, конечно, их размен приводит к матованию слоном и конем, потому что пешка белых легко задерживается двумя фигурами соперника. Поэтому логично отойти ладьей, напав на одну из черных фигур. Сразу же замечаем, что плохо ладья е7 по причине вилки. Поэтому белые отходят ладьей, нападая на коня. Ладья d7. Сейчас две черные фигуры под боем, коня нужно защищать ладьей. Если пойти ладья h6, то белые играют b7. И черные, так или иначе, вынуждены отдать одну из своих легких фигур за пешку. После конь бьет b7, ладья бьет b7. Получается теоретическое окончание ладья со слоном против ладьи. Конечно, в практической партии, даже между весьма сильными гроссмейстерами, белые не застрахованы от поражения. Но любой грамотный шахматист знает, что подобное положение теорией оценивается как ничейное. Поэтому вместо хода ладья h6, черные играют сильнее. Ладья d2. Посмотрите, здесь уже создается угроза вскрытого нападения на ладью с помощью шаха коня, например, на поле e4. Но белые, конечно же, двигают вперед свою проходную пешку. После шаха на e4 следует король f3. Интересное положение. Все три фигуры черных находятся под боем. Белые угрожают поставить на доску ферзя и объявить линейный мат. Но черные точным ходом слон a7, казалось бы, спасают положение. Более того, они по-прежнему борются за победу. Если разменяться на d2, последует взятие конем с шахом. Далее конь c4, конь d6 и пешка погибает. Ложным следом является ладья c7 с целью пойти ладья c8 и превратить пешку в ферзя, переходя в окончание ладья с конем против ладьи. Черные дают шах, король g4 и конь e6. Ладья c8, ладья d8. Черные защищают важные поля по восьмой линии на короле в 5, короле в 7. И белым нечего предъявить своему сопернику. Материальное преимущество черных рано или поздно скажется. Поэтому после слон e7 белые играют b8 ферзь шах. Расставаясь, казалось бы, с последней надеждой спасти партию. Но после взятия следует ладья b7. Снова у черных две фигуры под боем. Отойти конем, защитив слона, не удается. Тоже можно сказать и про слона в отношении коня. Поэтому спасают шах. Конь g5, король g4. Снова под боем две фигуры. Снова шах. Король f5. Сейчас черные, защитив коня g5, должны отойти слоном. Но полей для отхода не так-то много. Всего два. На d6 и на h2. На любой из этих ходов, например, на слон h2, последует один и тот же неожиданный и очень красивый ход. Ладья g7. Если не брать ладью, то последует взятие на g5. И белые снова переходят к теоретически ничейному материальному соотношению ладья со слоном против ладьи. Ну а если ее забрать, то на доске получается очень красивое патовое положение. Известный шахматный этюдист Василий Платов об этом произведении писал. Трудный этюд. Трудность его в поразительной тонкости ходов как главной игры, так и вариантов, среди которых нелегко ориентироваться и уловить идею этюда. Действительно, очень красивое произведение Германа Маттисона. И нужно сказать, подобных этюдов в его активе достаточно много. Поэтому на канале Шахматы для Всех мы с вами, конечно, время от времени снова будем возвращаться к творчеству этого известного композитора. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.